Доброго времени суток. Сегодня мы разберем лучи и взаимодействие с объектами с помощью лучей. Луч это объект, у которого есть источник и направление. Для начала создадим на главной камере скрипт, который назовем Raycast Heater. Откроем его в студии. Нам нужно, чтобы при нажатии мыши происходила проверка столкновения луча с объектом. Лучи сталкиваются с коллайдерами, поэтому если на вашем объекте нет коллайдера, либо Layer Mask настроен таким образом, чтобы пропускать ваш луч, вы не получите никакого отклика. Итак, при нажатии мыши создаем объект луч Ray, который будет исходить из камеры. Используем этот ScreenPointToRay и задаем позицию. В качестве позиции используем текущее положение мыши. Создаем объект отклика, который называется RaycastHit. Называем его Hit. Если произошло столкновение, которое мы проверяем с помощью метода класса Physics, который называется Raycast, в качестве параметра мы передаем сам луч, который будет исходить. По Out параметру передаем отклик, то есть Hit. И максимальную длину, на которой будет совершена проверка. Допустим, 1000 метров. Итак, мы хотим, чтобы наш объект, который будет подвержен попаданию луча, стал физическим. То есть у него воздействовала гравитация, к нему можно было применять силу. Тогда мы обращаемся к объекту отклика, Hit, к его коллайдеру, GameObject и пишем AddComponentRigidBody. Проверяем, что у нас получилось. Как видим, при нажатии на кубики они падают. То есть они становятся подвержены физике. Но что случится, если мы нажмем на один и тот же кубик два раза? В консоль выводится оповещение о том, что мы не можем добавить компонент в HitBody, так как он уже существует. Поэтому разумнее было бы перед тем, как добавить объект, проверять, есть ли он там. Мы пытаемся получить компонент физики. И если мы его не получаем, тогда мы обращаемся, тогда мы добавляем, собственно, наш компонент. Ошибка условий. Итак, как видим, предыдущая логика работает. Если мы нажимаем повторно, то никакой попытки присвоить компонент физики не происходит. Что мы можем сделать еще? Мы можем, например, заставить объекты летать. Тогда мы получаем компонент физики и используем метод AddFalse. У AddFalse есть два параметра. Первый параметр – это направление силы. Второй параметр – это тип силы. Для примера давайте используем, скажем, наш луч, то есть направление нашего луча. и в качестве параметра силы можем использовать импульс. Для более явного применения силы умножим направление нашего луча на 10. и посмотрим, что у нас получится. Видим, теперь объекты у нас летают. Если же мы увеличим эту константу в 100 раз, объекты будут летать гораздо быстрее. Как видим, они просто запускаются в полет. Что же еще мы можем рассмотреть на этом уроке? Давайте сделаем пару скриптов. Один из них будет уничтожать объект из себя при коллизии, а другой будет, наоборот, заставлять объект подниматься, а сам будет уничтожаться. Итак, назовем первый скрипт destruct destruct and hit а второй скрипт назовем levitate on hit логика очень проста. При коллизии в объекте уничтожения мы будем уничтожать сам объект и тот объект, с которым он с которым произошло столкновение. Соответственно, destroy the object и также из коллизии мы можем получить сам объект через коллайдер. и его тоже уничтожить. Давайте, чтобы не путаться, сделаем два материала. Первый у нас, допустим, будет extract material красного цвета. а второй будет levitate material зелененького цвета. Пометим некоторые кубики очень важное правило, чтобы класс и имя файла были одинаковыми. Иначе unity у вас не поймут. Итак, добавляем к некоторым объектам destruct hit и смотрим, что произойдет. Пожалуй, это сложно проверить, поэтому давайте уберем добавление силы, чтобы объекты просто падали. теперь мы видим, как объекты при столкновении уничтожают себя и соседа. В levitate on hit логика похожа. При столкновении нам нужно будет добавить объекта компонент физики, отключить в него гравитацию и заставить двигаться вверх постоянно. Притом уничтожить себя. Поэтому уничтожаем себя и объекту, с которым произошло столкновение добавляем компонент в джип-баде. Потом этот компонент мы достаем отсюда. Меняем флажок из гравити на фолз для того, чтобы он не был подвержен гравитации. и соответственно добавляем ему силу. Скажем, единичный вектор вверх и тип силы указываем как изменение скворсти. Добавляем наши скрипты и наши материалы для маркировки. Итак, при запуске вот что у нас получается. как видим объекты движутся бесконечно вверх, потому что они не поддержаны гравитации. Если мы им включим гравитацию, они будут падать. Причем, как видите, когда я отключил гравитацию, они все равно продолжали падать, потому что силу мы применили до того, как включили гравитацию. Ну, вот и все. Теперь вы знаете, как работать с гравитацией, что такое лучи и как воздействовать с помощью их на объекты. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всего хорошего!